Трагедия в Краснодарском крае объединила самых разных людей со всей России и из-за рубежа. Все они стремятся как-то помочь облегчить участь кубанцев. Мы уже рассказывали о том, что из многих регионов нашей страны на юг отправляются грузы с гуманитарной помощью. На минувшей неделе пункт сбора такой помощи, денег и вещей, открылся в духовном центре Симбирской епархии, что в селе Арское. В Ульяновске уже есть несколько пунктов сбора вещей и денег для пострадавших в Крымске. А на минувшей неделе к этому благому делу в полной мере присоединилась и Симбирская епархия. Церковь испокон веков занималась социальным служением. Это одна из важнейших ее задач. Церковь выделяла определенного рода средства для того, чтобы помочь этим людям, чтобы облегчить их участь, чтобы они чувствовали локоть своего ближнего, что они не одиноки в этом мире, что есть наша святая русская церковь, которая не только выносит такие соболезнования словесные, но и делом помогает страждущим человекам. Поэтому Владыка призвал не ослаблять свою молитвенную и материальную поддержку пострадавшим. Тем более, что от такой беды никто не застрахован. И те из вас, кто имеет это доброе желание, зов души, может это осуществить. Потому что эти люди лишились всего. И сегодня им все необходимо. Необходимо одеяло, необходимо белье, необходимо всем то, что мы можем сделать для них, чтобы помочь им в этих обстоятельствах жизни. Если вы хотите последовать призыву Владыки, но живете не в Симбирской епархии, не расстраивайтесь. По особому указанию Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, сбор помощи пострадавшим кубанцам проходит в каждой епархии Православной Церкви. Поэтому вам стоит обратиться в свое епархиальное управление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...